привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить бэрул хилл я честно говоря не помню что мы делали в последней серии но сейчас мы будем добивать артефакты то есть подношение богам у нас есть три насколько я знаю всего их 7 по-моему сейчас нам нужно взять грибы которые будут на забыли на этой дороге и после этого мы сможем сделать с помощью вот этих вот соков один из даров и один из даров с помощью как раз таки разных трав я думаю этим мы и займемся в сегодняшней серии но и кроме того там у нас будка как вы помните возможно успеем пролезть в нее так грибы насколько я знаю где-то здесь что ли я не могут быть но вот грибы но это не те они должны быть какие-то красные по моему и что такое помню и вообще пообщался с человеком который проходил эту игру мне дал несколько подсказок потому что это вообще уже просто застрял но вполне возможно в этой или в следующей серии мы уже пройдем эту игру то что по сути осталось все усмирить это древнее зло который крошит местных а вот они и упаковать брюхи так хорошо мы взяли гриб теперь у нас корзине есть все что нам нужно это ягоды желудь блин кто там ходит ягоды желудь и красный гриб поэтому давайте пойдем на кухню у нас в принципе это все на кухне делается так подожди у нас есть рыба то есть это мы бальзамы набрали этого масло соль соком насколько я помню нужно ну сейчас разберемся две черники одну грушу одно яблоко по моему размотаем как-нибудь да так вот наш миксер так хорошо у нас есть черника крыжовник грушевый сок яблочный сок нам по-моему нужно грушевый крыжовник и до черничных если вспомнить то что мы читали да верно так ну и конечно же в подставку для яиц еще один дар готов шо наша судьба будет более приятной чем судьба тех бедолаг которые здесь были испепелены так теперь у нас четыре дара масло рыба соль фруктовый сок так осталось давайте выключим радио потому что меня раздражает звук статика это я может давно что тут где-то бегать шарахается так и хорошо а да корзину же надо я совсем забыл как что делается так ну что у нас есть желудь красный гриб ягоды желудь гриб ягоды перетолочь да отлично ээм 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 и древние боги пробуждаются равновесие должно быть установлено Так, ну, теперь у нас 5 даров. Соль, смесь трав, фруктовый сок, рыба и масло. Супер! Ну и давайте выдвигаться к тому непонятному кургану. Блин, как мне выйти? Так. А где он у нас находится, кстати говоря? По-моему, где-то здесь. Там, по-моему, святилище какое-то. Так, да, вот он. Здесь у нас есть вот такой вот... Кто ходит? Вот такой вот камень. На него вроде как можно применить бумагу. Нет? А если так? Да, отлично. И теперь мы с помощью карандашика... Слава святой Анеке, которая спустилась в небес, чтобы дать нам этот родник ободрить наши души. Слава святой Анеке. Аминь. Супер. Хорошо. Давайте же займемся тем, что у нас тут. Мы тут один раз были, но абсолютно ничего не получили. Здесь вот, допустим, есть вот такое, оказывается. Добро пожаловать к роднику святой Анеке, путник. Чудесному месту, наполненному волшебством и дарующему духовное просветление. Если пожелаешь, оставь запись в этой книге. Элси Престидж. Какой прекрасный уголок природы. Здесь, далее от остального мира, ты как будто оказываешься в прошлом. Мы чудесно отдохнули. И водородника придали нам сил. Сью и Аллан. Какая прелесть. Только здесь можно действительно отрешиться от мирской суеты и почувствовать, как тебя переполняет энергия природы. Мы шли по указателю вдоль дорожки и внезапно обнаружили это чудесное место. Мэт и Бетти. Мэг и Бетти. Удивительно, но этого родника как будто не коснулись в прошедшие столетия. Он избежал участи других памятников, которых коснулась разрушительная рука цивилизации. Это живое воплощение народных преданий. Джон Малгриф. Потрясающе. Об этом месте надо рассказать в моей передаче. Я проходил мемо родника сотни раз, но только сегодня остановилась посмотреть на него. Слушайте наше местное радио Бэрю Хиллнавал. А, это я ему пишу. В этом месте можно чудесно отдохнуть во время похода. Мы с удовольствием провели время здесь, в Корнувале. Тут есть на что посмотреть. Каменный круг на вершине холма впечатляет. Мы обязательно вернемся сюда еще раз. Оскар и Кейт. Я прихожу сюда, чтобы заняться медитацией. Ибо только в этом священном месте разум мой чист от тревога святы. Приятно знать, что другие люди тоже приходят сюда, чтобы насладиться безграничным покоем и кристальными водами. Сегодня я зажигаю фиолетовую свечу, чтобы очистить мою душу. Это Элси Престиж. Привет, Элси. Какая замечательная идея оставить здесь гостевую книгу. Такие звуки воды, журчащей под сводами грота, умиротворяют меня, Мэгги. Что за картинка? Мне кажется, что это место ничуть не изменилось с древних времен. Как будто ход времени над ним не властен. Я слышу голоса в моей голове. Они повествуют мне о загробном мире. Я ощущаю чье-то присутствие. Я слышу звуки барабана. И кто-то шепчет мне свое имя. Джимми Флинигал. Другое имя возникает в моей голове. Это Генри. Дерик и Сэм. Мерзкое, мокрое и грязное место. Не понимаю, как кому-то оно может нравиться. Кэрол. Какое завораживающее место. Я попытаюсь проникнуть дальше, но там слишком глубоко. С этим родником, как и со многими другими в Корнуоле, связана какая-то легенда. Я обязательно узнаю больше об этой святой Аннеке. Пит Эстен. Ух ты, сколько тут народа-то было. Я прихожу к этому роднику с тех пор, как его показала мне моя бабушка. Ей же показал его и ее отец. В это время года надлежит провести ритуал освящения круга, но сначала я должна собрать воду. Я начала ритуал благословения воды с прославления святой Аннеке, вдыхая энергии в каждую из стихий, как гласит легенда, вычерченная на камне. Аннека спустилась к нам с неба на землю и осветила наши жизни своим присутствием. Мы должны быть благодарны ей за святую воду, что бьет из святилища. Она наполнена благословением духа Аннеке. Нет ничего чище благословенной воды. Я возношу хвалу и благодарю святую Аннеку. Теперь я поднимусь на хунахолм, пройду через лесную чашу, следуя древним тропам. Я креплю священной водой камень Хенрик, как учила меня моя бабушка много лет назад. Хорошо. Я прославляю каменных стражей, глядящих на нас с холма. Это место покоя и умиротворения. Мое подношение напомнит древним о том, что мы ничего не забыли. Делся престиж. Капец. Погоди-ка. Металлический артефакт. Ну да, не зря мы тут тайник нашли. Что-то где-то открылось. Тут? Хорошо. Это что такое? Что-то светит через камень. Потрогать другой. Ладно. Ах, Аннека, Аннека, спустившийся с небес на нашу святую землю, благослови нас святой водой, чтобы души наши воспринялись, воспряли вновь. Эта земля жива. Я чувствую биение ее сердца. То, что никогда не должно было пробудиться, просыпается. Скоро закончится великий сон. Ему понадобится помощь. Он должен знать, что земля невредима. Подношения будут принесены. Это моя обязанность. Только моя. Аббатство знает о том, что я намереваюсь сделать. Гластенбур желает меня уничтожить. Часовня была разрушена. Я спрячусь здесь, под защитой Аннеки. Они не сунутся сюда. Древние защитят меня. Еретики, 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 кричат они. Уши мои кровоточат от их криков. Но я не колдун. Это дело рук не служителей дьявола, но служителей науки и просвещения. Семь подношений будут сделаны семи камням. Монетки. Что, все? Да? Похоже на то. Так, а может свечки зажечь? Потому что вода это явно одно из подношений. Нет, вроде нельзя использовать. А, ну, ладно. Так, хорошо. Ладно. А все ли нужно зажигать? Чё-то, по-моему, мне ничего не дают. Ой, короче. Может комбинация какая. Какие-то, я думаю, определенные нужно зажечь. Вот про эту говорили что-то. Давайте зажжем ее и попробуем по одной все остальные. Методам научного тыка. Первая. Вторая. Нет. Эту мы уже зажигали. Тоже нет. Блин, я не знаю. Нужно будет подумать. Фу, так. Интересно. Чё-то просто я слышал, что вроде как коричневый, что ли. Давайте вот так попробуем оставить. А, ну, ну, не... Ладно. Только что делал то... Ну, хорошо, ладно. Эми боги пробуждаются. Равновесие должно быть восстановлено. Так, хорошо. У нас есть шесть даров. Где может быть седьмой? Седьмой, насколько я знаю... Это... Виски, что ли? Виски могут быть у Бена. Чё-то он там пел. Эм... Так, хорошо. Эмма, небось, это наша. Что ты будешь делать? Или ты... Тоже в этом замешан? Оно пришло. Оно пришло за мной. Там, в темноте. Что-то было. Что-то или кто-то. Может быть, это был ты? О, боже. Оно здесь. Оно здесь. Я его... Вижу. Спасайся. Эмма, похоже, хана... Не знаю, надо было сразу и сказать. Просто, чтобы она ко мне шла. Вместе-то мы справились бы, я думаю. Так, ну ладно. Нас пока никто не трогает. Может, эти боги... Понимают, что... Мы для них и стараемся, по сути. Так она пустая. Так, что мы делаем дальше? Давайте сходим к Кургану. Я, правда, его ни разу не видел. До конца мы так и не доходили тут. Потому что здесь бабайка стояла. Но вполне возможно, что теперь-то ее стоять не будет, да? Да, вот тут вот. Хорошо. Так, ну, по аналогии. Что бы это значило? Так, лист пропал. А вот он. Шо? Не понял, правда, что это нам дает. Угу. Так. А, ну он адресовывается, понятно. Пока все равно ничего тут не разобрать. Я надеюсь, что со спиной у меня никто не стоит тут. Не понял. Давайте посмотрим. Ну, мы видели этот рисунок. Там было два камня. На одном была ладошка. А через другой светила... А вот ладошка. Ну ладно, хорошо. Так. Так. Больше ничего тут вроде. Мы еще не были ни разу. Хм. Ладошный лагерь. Да, вроде никого, да? Будник Орнула. Копать или не копать. Новая волна протестов против археологических раскопок захлестнула Бэрухилл. На сей раз для возмущения имеются весьма веские причины. Археологи намереваются вскрыть самое древнее захоронение в Кургане. Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны защитников природы и местных жителей, верящих в древние легенды, связанные с Курганом, Конрад Морс не намеревается отступать от намеченного плана. Он единственный ученый, которому удалось получить разрешение на раскопки в этом месте. Никогда раньше руки исследователей и охотников за сокровищем не касались этого древнего захоронения. Конрад Морс полагает, что множество мифов и легенд, окружающих Курган, послужили своего рода защитой памятника от расхитителей гробниц. Так, лучший пирог. Какая тетенька. Во время прошедшего ежегодного фестиваля выпечки в Вучвуде была названа победительницей конкурса на лучший пирог. Ей снова стала Дороти Элис, представившая на суд жюри восхитительный горный пирог. Деньги, вырученные в результате этого благотворительного мероприятия, пойдут на восстановление спасательной вышки. Вон она, что, Михалыч. Больше тут ничего. Все заброшено. Ну, понятно, все умерли. Все погибли. Для просеивания. Что еще тут есть? И что это у нас такое? Внимание на этот холмик. Может мне его? Мастер-ком? Нет. Так, две дороги. Отлично. Знаете, давайте я на этом, наверное, завершу эту серию. Следующий, судя по всему, будет последний, потому что мы уже подошли к развязке. Просто тут вроде, насколько я слышал, есть пара мест, где совершив что-то неправильно, придется переигрывать чуть ли там не с самого начала. Поэтому я узнаю именно в интернете, чтобы нам не пришлось зафейлиться. И в следующей серии уже будем заканчивать. Возможно, она будет короткой, возможно, она будет близкой, ой, длинной. Но, тем не менее, все, мы уже, собственно, у финала. Надеюсь, вам понравилась эта серия. В ней мы, в принципе, завершили практически все. Нам осталось найти последний дар и преподнести его местным богам. И на этом, собственно, упакоить их. На этом все закончится. И эта жуткая тварь, которая тут носится по окрестностям и убивает людей, она успокоится. Но это все будет в следующей серии. На этом все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok